Сокровище из подворотни Автор Джинджер Мочи читает Кэт Вилд Часть вторая Глава четвертая Рабочая неделя начиналась с такой силой, что Юнги даже не успевал пообедать Его терзали на тысячи частей Мелкими вопросами, а еще добавился один главный Крупный рекламный контракт, который сулил большую прибыль И новые горизонты в бизнесе Если они его упустят, то будут неудачниками Так решили Хасок и Юнги Поэтому навстречу с рекламодателями блистали харизмой И старались показать лучшие стороны себя За весь день Юнги даже не успел перекинуться пары слов с другом Чтобы выяснить его душевное состояние Поговорил тот с Гуком или нет, он не знает Знает только, что, собираясь сегодня на работу, младшего дома не было Поэтому вечером, когда Хасок подвозил его до кафе, возле которого, Юнги в пятницу оставил свою машину Он поинтересовался Гук перезвонил тебе? Не, теряется теперь Грустные нотки неприкрыто сквозили в голосе Хасока Хочешь, я ему пизды дам? Хочу А сможешь? Нет Ты его видел вообще? Они оба смеются Может, поедим? Как раз мы все равно будем, Муманг? Спрашивает Хасок А Юнги не возражает Они много говорят о делах И когда уже стоят на улице, докуривая свои сигареты Хасоку звонит Чунгук Он наспех прощается с Юнги и садится в машину А тот идет к своей Юнги рад, что Гуки наконец решился поговорить Поэтому, даже немного расчувствовавшись, заехал по дороге домой В любимую кондитерскую племянника И купил ему его любимых пончиков с шоколадом Переступив порог своей квартиры, он почувствовал запах еды с кухни И пошел прямиком туда Там он застал Чунгука в полупьяном виде Который сидел с потухшим лицом И тупо пялился в экран телефона На столе лежала нетронутая еда из местного ресторана И стояла наполовину выпитая бутылка виски Ну и что тут происходит? Осторожно интересуется Юнги А Гуки скидывает голову от неожиданности Фу, Хион, ты меня напугал Я такой страшный Внезапный Какой повод? Поднимая полупустую бутылку, спрашивает старший Да так Рассказывай Говорит Юнги, вешая пиджак на спинку стула И расстегивая верхние пуговицы рубашки Он налил себе немного алкоголя и добавил пару кубиков льда Чунгук молча наблюдал за всеми его действиями А что рассказывать? Я поговорил с Хионом, как ты и сказал И это тебя расстроило? Юнги устроился на столе напротив племянника Нет Мы все решили Я извинился Он понял, что все в порядке Настолько в порядке, что ты бухаешь в одиночестве? Ты себя человеком не считаешь? Усмехается Чунгук вымоченной улыбкой Не съезжай Что еще случилось? Да ничего серьезного Просто грустно В жизни херня какая-то происходит И я с ней, похоже, не справляюсь Младшая тяжело вздыхает И отхлебывает немного виски Всемогущий Чунгук не справляется В жизни не поверю Представь себе Я тоже думал, что я дохера умный Оказывается, даже не в десятке лидеров Речь сейчас об учебе? Правильно я понимаю? Они и самой Они, блядь, родимые С нескрываемой досадой Цедит Гук Все можно исправить В этом семестре не в десятке А в следующем будешь первый Ободрюще сказал старший А если не буду? Буду плестись самой жопе И так по жизни Средний везде и во всем Средний не всегда плохо Во-первых, с умным видом Говорит Юнгий Золотая середина А во-вторых, если тебя это так напрягает То упрись рогом И будешь на высоте Не упираюсь Ты не подумай Что я сейчас тут родителя включаю Юнгий, правда, немного кажется Что начитывает нерадимого сына Я в тебя последний раз За учебой видел полгода назад За учебой видел полгода назад Может, в этом дело? Сократи время тусовок И займись делом Ты же понимаешь Это скучно Мне всей учебой интересен Только профильный предмет Режиссура Остальное мне до пизды Ну, вот твое до пизды И телепается Самой жопе списка Ой, Юнг Не душни С легким пренебрежением Говорит младший Ты-то небось лидером был Сидишь весь такой Из себя успешный и богатый Тебе, конечно Легко рассуждать Так говоришь Будто я серебряной ложкой Во рту родился Закуривая сигарету Вещает старший Да будет тебе известно Что все, что есть у меня Это результат упорного труда А не вечных пьянок и блядства По вашим фоткам с Хасуком Так не скажешь На фото запечатлевают Обычно веселые фрагменты жизни Он стряхнул пепел В банку из потанчоусов Продолжая Никому не интересно делать фото Пока ты пишешь доклад Или корпишь над книгами А этого у меня было с лихвой К тому же С чего мы Вдруг на тебя переключились Мы тебя Неудачника Обсуждали вообще-то Мы тебя Неудачника Обсуждали вообще-то Я не неудачник Я просто запутался И мне страшно Говорит он Это громче Обычного Мне страшно Что я провалюсь По жизни И буду Волочить Никчемное существование Всегда страшно Юнги И единственный Недорогой алкоголь Изображает Парни перешли Короткое время Завязывается Умиляет Со своих мыслей Гук Когда бутылка Была прикончена И разговор Медленно сошел На нет Парни разбрелись По своим комнатам Чунгук Ушел спать С четким намерением Взяться за ум И больше не киснуть А Юнги Не терпелось Почитать Перед сном Дневник Чимина Он весь день Нет-нет Да возвращался К мыслям о нем Даже взял его С собой на работу Чтобы выкрыть Время да прочесть Но ничего не вышло Поэтому он Наскоро Ополоснулся В душе И взял Дневник в руки Двадцатого Десятого Двадцать пятого Еле встал Тело словно Сплошной синяк А сегодня Как назло Была тяжелая практика Так что Я сейчас никакой И не смогу С тобой поболзать Завтра Если мне будет легче Я тебе напишу Двадцатого Десятого Двадцать шестого Мне постепенно Становится лучше Чем больше Я тренируюсь Тем меньше Я замечаю Боли от синяков Конкурс Через неделю И я чувствую Сильный мандраж Это будет первый тур Всего их три Обстановка Накаляется С каждым днем Один конкурсант Сегодня вылетел Потому что Кто-то Слил В сеть его видео Где он Унижал Какую-то девчонку В старшей школе Я пытаюсь Вспомнить Есть ли Что-нибудь На меня Компрометирующее И вроде Я чист Так что Думаю Подвоха Стоит ждать В другом Слабительное кофе Подножка На лестнице И всякое такое На всякий случай Не пью Ничего Непроверенного Я с такими Темпами Паранойиком Стану По остальным Предметам Все хорошо Что еще Рассказать Да Нечего пока Покойной ночи С каждым С каждым Словом Юнги Проникался Уважением К этому Чимину Не у каждого Хватило бы Духу Противостоять Каждый день Таким Трудностям И идти Упорно К своей цели Да что Далеко Ходить Вон Гук Из-за меньшего Расклеился Это еще При том Что его Никакой Дайон Не достает Юнги Ухмыльнулся Свои мысли Он слабо Себе Представлял Что мелкий Терпел бы От кого-то Побои Да он сам Наваляет Кому хочешь Еще и С собой Завернет Не зря же Он Тэквондо Второй год Занимается Юнги Листает Дневник Дальше Чимин Несколько дней Рассказывает Как идет Подготовка К конкурсу Парень Сидит На строгой Диете И поэтому Ходит Почти всегда Голодный Юнги Хочет Встретиться С Чимином Лично Чтобы отвезти Ему Хорошего Отцовского Леща За такие Издевательства Над Собственным Организмом Он Реально Стал Переживать За этого Мальчишку Когда тот Так спокойно Рассказывал О том Что потерял Сознание На тренировке И что Его откачивал Преподаватель Хочется Собственноручно Впихнуть В этого Ребенка Нормальную Еду А эти Идиотские Яблоки Которые Тут Есть Целый День Затолкают Задницу Тому Мудаку Одногруппнику Который Ляпнул Чимину Что он Слишком Жирный Для Конкурса Дальше Парень Поведал Забавную Историю О том Как он Зашел В магазин По дороге В общежитие За Преусловутыми Яблоками И решил Себя Немного Побаловать Добавив К ним Большое Спелое Манго А уже Сидя У себя В комнате Обнаружил Что Продавец Ошибся И пробил Ему Эта Манго По цене Яблок Хотя Стоило Оно В три Раза Дороже Юнги Не обратил Бо внимания На эту Историю Если бы Не тот Факт Что Чимин Пошел Обратно В этот Небольшой Магазин К этому Самому Продавцу Чтобы Исправить Ошибку А потом Водушевленно Рассказывал О дневнике Как тот Его поблагодарил И угостил Леденцом Боже Какой же Он Все-таки Еще Ребенок Этот Чимин Думает Юнги И искренне Улыбается Этой непосредственности 20.11.01 Завтра Конкурс Сегодня Я безвылазно Занимался И мне кажется Что у меня Есть шансы Костюм Выглаженный Висит на Дверце Шкафа У меня Такой Бешеный Мандраж Что я Наверное Сегодня Не усну Господи Если Ты Существуешь Пусть Завтра Все Пройдет Хорошо Я Тогда В тебя Верить Снова Начну Обещаю Конкурс Будет Проходить В Лоте Уорд Арт Театр Добираться Мне туда Полчаса До Общежития Так что Придется Встать Пораньше Поэтому Пойду Пытаться Спать Ох Божечки 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 20.11.02 Я Прошел Меня Отобрали Юнгит Даже Не заметил Как сам Водушевленный Пискнул Когда Прочел О победе Мелкого Его Прямо Гордость Обуяла Какая-то Меня Еще Одного Парня С четвертого Курса Меня До сих Пор Колотят Хотя Уже Девять Вечера Я Сегодня Точно Не Усну Иногда Мне Очень Хочется Выпить Все Он 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 Закрывается Отбор Чем У меня не хватило моральных сил. Даен, он кое-что сделал со мной. Мне страшно об этом писать. Он проследил за мной и зажал в туалете. Он пихнул меня в кабинку и опять начал говорить гадости. Какой я грязный пи... Я не хочу опускаться до этих слов. А потом он стал меня лапать. Он трогал меня и слюняел своим мерзким языком мою шею. А потом попытался расстегнуть мне брюки. Я кричал очень громко. Он закрывал мне рот своими грязными руками. Слава Богу, в туалет пришли два старшекурсника, и ему пришлось меня отпустить. Так что он не успел сделать чего-то там совсем плохого. Но мне теперь правда страшно. Я не хочу идти туда. Я больше ничего не хочу. Мне стало так плохо, что я стошнил все, что съел накануне. А он ржал за дверью. Извини за мой почерк. У меня немного дрожат руки. Ох ты ж, тварь! Собственное бессилие перед уже случившимся отравляет тело юнги, пуская по венам яд, зарождающий семейсти. Даже сон куда-то делся. Так его трухануло. Ему хочется сейчас же пойти, найти этого ебаного пидора и задушить голыми руками. Как эта мразь посмела трогать это невинное существо своими грязными лапами? Он пытается утихомерить клокочущую ярость. Но получается у него, прям скажем, не ахти. Неважно, что он там прочтет дальше. Юнги четко решил, что уже не сможет оставить все это, как есть. По обрывкам информации он смог выяснить, где ему искать чимина. Завтра он еще и гук проспрашивает, знает ли тот этого злоебучего дайона. Ведь учится он в том же универе, что и герой дневника. 20.11.13 Я взял себя в руки, не переключил все свое внимание на предстоящий конкурс. Он уже через два дня, и я готовлюсь поте лица. Я решила не ходить в туалет в университете и всегда находиться в компании людей. При других он меня не тронет. Еще сегодня мой соперник в конкурсе недвусмысленно намекнул мне, чтобы я сваливал с дороги и не мешал ему выиграть, иначе он будет разговаривать уже по-другому. Я вежливо объяснил, что не стану этого делать, надеясь, хоть от него мне не прилетит. Ты, наверное, думаешь, что это за хлюпик такой этот чимин, которого все шпыняют, кому ни попадя. Его достают, а он даже сдачи дать не может. Так и есть. Не могу. Я не умею драться и не хочу. Я считаю, что с умными людьми можно решать вопросы словами. С тупыми нет. Они говорят на языке тупых. Я его не понимаю. Понял? Ну, в смысле я такой умный? Я сейчас смеюсь, если что. Понял. А Юнги все понял. Ему уже кажется, что чимин обращается не к своему дневнику, а к нему лично. И он все сильнее хочет, чтобы это стало реальностью. Он хочет поговорить с парнем лично, глаза в глаза, утешить его, приобнять, стать ему опорой и другом, которым тот так нуждается. Подумать только. Юнги не любитель привязываться к людям. У него есть хасок, чунгук и еще пара надежных товарищей с университета. Но впускать новых людей в свой узкий круг общения он не спешит. Хоть каждый второй парень, с которым у него случаются мимолетные романы, и норовит просочиться и остаться на подольше. Юнги быстро пресекает все неумелые попытки. А тут он сам с готовностью распахивает ворота своей души мальчику, который даже ни сном, ни духом о том, кто такой Юнги и что ему от него нужно. Он и сам не понимает, что ему нужно от Чимина. Знает одно. Он хочет защищать его от этого мудака и сделать его жизнь хоть немного лучше и веселее. Симпатия. Так бы он назвал то чувство, которое испытывает к Чимину. Может, что-то большее, но пока что ему сложно распутать этот клубок эмоций, который в нем вьется, и понять, что именно его, что именно он ощущает. Тем не менее, он перелистывает страницу, и весь его гнев на минуту меркнет перед тем, что он читает. 20.11.15 Я прошу! Я все еще не верю! Оставилось делать человек! Финал 29-го. Примерно две недели на подготовку. Победителю получит возможность поучаствовать в подтанцовке той самой, самой лучшей группе в мире. И два миллиона вон. Второе место подтанцовка и один миллион вон. А третье просто подтанцовка. Я буду рад любому месту, только и тогда я смогу увидеть их. Ты, наверное, не знаешь, но ты весь обклеен их фотографиями. Я постарался. Живого места на тебя не оставил. Ты весь в мужчинах. Юнги улыбается широченной улыбкой от прочитанного. Кстати, тот парень с четвертого курса тоже попал в финал. Он очень грозно на меня смотрел сегодня, но ничто не могло омрачить мою радость. Я даже купил пиво и принес его в комнату. Ты не поверишь, но мой смурной сосед согласился со мной выпить, и мы даже немного обсудили. Он паис, да короткая беседа вселила в меня надежду на будущее нормальное отношение. Держу пальчики крестиком, чтобы завтра он не спрятался обратно в свою раковину. Спокойной ночи, мой дорогой дневничок. Я немножко пьяненький сейчас, поэтому такой. Прости, если что не так. Паис, надеюсь, ты тоже гей, иначе ты захочешь содрать в себя обложку с парнями, которые красуешься. Кстати, они не все полностью одетые. Прочитав это, его немного отпускают. Наконец-то что-то хорошее. Он хихикает с этого паскриптума и думает, что если бы сейчас рядом был Чимин, то не держался бы и потискал бы его от души. Ибо нельзя быть настолько невероятно милым. С большой нежностью он прикрывает дневник. Он не может объяснить свои чувства, но понимает, что ему читать осталось совсем ничего, и он хочет оттянуть этот момент прощания. Как будто дочитав, он расстанется с человеком навсегда. С человеком, с которым даже и не знаком по сути. Он старается отогнать грустные мысли по этому поводу подальше и решает, что подумает об этом завтра. Юнге четко задумал вмешаться, даже если дружба у них с Чимином по каким-то причинам не получится, то Дайон своих заслуженных пиздюлей отхватит точно. Глава пятая. Утром Юнге первым делом наведался в комнату к Чунгоку, но там его не обнаружил. Кухня блистала чистотой, как будто и не было вчерашних ночных посиделок, а на холодильнике висел стикер с посланием от племянника. «Я свалил на учебу пораньше, завтрак на столе, буду сегодня поздно, чмоки». Юнге, конечно, орнул с чмоки, но все же был немного разочарован, что не застал мелкого дома. Подумал, звонить будет совсем уж неправильно, поэтому решил дождаться вечера, чтобы расспросить его про Дайона и, может быть, про Чемина. Сегодня он найдет время и дочитает до конца дневник. Завтрак представлял из себя похмельный острый суп из соевой пасты, вареный рис, кимчи и яичный рулет, нарезанный аккуратными ломтиками. Вся эта красота была разложена по маленьким тарелочкам и накрыта большой пластиковой крышкой, чтобы не заветрилось. Юнги давно заметил, что когда Гуки чувствует вину или за что-то благодарен, этому с виду брутальному парню проще проявить свои чувства в заботе, чем сказать словами. Когда они ссорятся или злятся друг на друга, Чунгук всегда идет на перемирие первым, только своими особыми способами. То Юнги находит свои вещи идеально отпаренными и наглаженными, то постельное белье у него на кровати вдруг перестелено и скрипит от чистоты. Ну, или вот такие роскошные завтраки ожидают его с утра. Видимо, вчерашний вечер зацепил такие какие-то струны души младшего, раз он встал пораньше и приготовил все это. Умиляясь этим мыслям, Юнги с удовольствием позавтракал и отправился на работу. Там он встретил бедного Хасока, который, видимо, решил не париться и жить дальше. Иногда Юнги поистине восхищается бескрайней бодростью духа своего друга. Даже в самых говенных ситуациях он находил что-то позитивное. Это его качество очень помогло им, когда они сделали свои первые шаги в бизнесе и, как следствие, сталкивались с различными трудностями. Пойдем обедать, Хасок влетает без стука в кабинет. Как раз тот момент, когда Юнги достал дневник и хотел было уже почитать, пока есть свободное время. Вот ты внезапный! Что это? Хасок кивает на блокнот. Неважно. Юнги никому не рассказывал про свою находку и сейчас спускаться в объяснение ему не сильно хотелось. Да так, вещица. ты ее у школьницы отжал и тянет руки, чтобы посмотреть поближе, а Юнги быстро прячет дневник к себе в сумку. Почему сразу у школьницы? Может, у студентки? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ты меня, кажется, ей звал. Уже передумал? Это дневник Тома Редла? Не внимался Хасок, а потом немного подумав исправил. Дневник Тома Редла? Гея? Какая проницательность, блядь! Где твой плач, Коломбо? Мысленный Юнги ржет с того, как близок к истине его друг. В стирке они смеясь направились к кафе по соседству, в котором частенько обедали, и тему дневника к облегчению Юнги не затрагивали. Почему-то ему не хотелось делиться ни с кем этой тайной, даже с Хасоком. Не сейчас, думает Юнги. Потом он обязательно расскажет, но сейчас это между Ним и Чимином, хотя при намеченном на сегодня расспросе Гука ему не обойтись без каких-либо подробностей. Придется чуть-чуть приоткрыть завесу, нехотя соглашается с собой Юнги. Ближе к вечеру, когда офис опустел, а Хасок умотал на свидание с каким-то новым парнем, которого он выцепил в кофейне по дороге на работу. Юнги, наконец, расслабился. Он, не спеша, сам заварил себе кофе, пытался долго найти сахар на общей кухне и, в конце концов, плюнул на это гиблое дело. В рабочее время ему кофе подает его секретарь, поэтому он ни сном, ни духом, где в этом бедламе можно что-либо отыскать и поставил мысленную галочку «Наказать ответственных за уборку». Расположившись на диване, наконец, принялся за чтение. Следующий день после, Чимин лаконично описал одним словом похмелье. Видимо, он совсем не умеет пить. Юнги перечитал предыдущий день. Да, там написано, что он принес немного пива. Ему вдруг очень захотелось выпить с Чимином, чтобы увидеть, какой он бывает от одной банки. Перелистывает страницу и читает дальше. 20.11.17. Мой план с воздержанием от туалета кажется, работает. Конечно, дает злиться и делает мелкие пакости. Вчера он как будто случайно толкнул меня с подносом еды, и она вся рассыпалась по полу. Он сегодня прижал к стенке и говорил гадости. Потом сказал, что он ждет меня в туалете. Естественно, я не пошел. Очень надеюсь, что его маленький мозг не додумается пасти меня в переулках после учебы. Я начал усердно учить танцы. Мне нужно подготовить два выступления и попрактиковаться в свободном стиле. Первый соло номер собственной хорео. Второй разучить известный танец какой-нибудь айдол группы. А третий будет фристайл под тайную песню. Так что скучать не приходится. Кстати, мой соперник снова завел свою песню. Но я держусь и не поддаюсь на провокации. Мы сегодня опять недолго болтали с соседом. Божечки. Кажется, он начинает оттаивать. Он даже разок очень смешно пошутил, что я чуть не описывался от смеха. Правда, я надеюсь, что это была шутка. иначе он просто расист. Юнги улыбнулся, представляя себе хохочущего чамина. Он плохо запомнил, как он выглядит, но почему-то губы парня врезались ему в память. Они были пухлые и розовые, как будто из маршмеллоу. Наверное, у мальчика очень красивая улыбка, думает Юнги, а потом переходит к следующей странице и замирает. Сегодня на работе приключилась одна невероятная история. Я, как всегда, обслуживал столики в зале, и тут зашел Чунгук. Я тебе про него не рассказывал, не приходилось к слову, а теперь пришлось. Ты очень красивый студент с третьего курса моего университета. Он учится на режиссера. Сначала я на него сильно заглядывался, но почти сразу понял, что он стопроцентный натурал. Или же я совсем потерял сноровку. Юнги перечитал еще раз этот абзац, чтобы удостовериться, что ему не показалось. Чумин знает Гука. Это же точно речь про его племянника сейчас идет. Он скорее читает дальше. В общем, он занял уютное место у окна и заказал латте. А потом в кафе пришел Дайон, тот самый, который латентный, как показали последние события. Он уселся за соседним столиком от Чунгука, а мне пришлось его обслуживать. Когда я подошел к нему, он обратился ко мне, как котенок, а потом спросил, долго ли я собираюсь от него прятать свою пидорскую задницу. И заулыбался плотоядным оскалом. Я пытался быть профессионалом и не обращать внимания на это, поэтому попросил сделать ржал, конь, а потом спросил, почему моей задницы нет в меню. И сам же ответил на этот вопрос, предложив, что за нее и вон и не заплатят, и продолжил ржать. Ужас моего растерянного вида. А потом произошло нечто невероятное. Чунгук, который сидел за соседним столом и прекрасно слышал этот разговор, повернулся к Дайону и спросил. О, нахрена тебе его задница? Ты ее собрался? Это точно мой Гуки с особой гордостью думает Юнги. Все сомнения отпали тут же. Рыцарь, мать его. Честно говоря, мне не очень удобно писать здесь их дальнейшую дискуссию, потому что слишком много слов придется цензурить. Могу сказать только то, что победил в этой матерной битве Чунгук. Сужу я об этом, потому как Дайон подорвался с места первой и накинулся на него с кулаками. Сначала я испугался за Чунгука, но оказалось, что я это сделал зря, так как тот молниеносным движением остановил Дайона, завернул ему руку так, что тот согнулся в три погибели и заскулил. А потом он наклонился к нему и сказал, что если тот еще будет меня доставать, то он не побрезгует и отыщет таки в его огромной пизде родиментарный пенис и оторвет его к чертям собачьим. Юнги уже смеется в голосе с этой историей и решает серьезно подумать о покупке машины для племянника, о которой тот грезит уже второй год. Метро это, конечно, удобно и быстро, но он часто замечает горящие глаза мелкого, когда он иногда разрешает поводить его Хюндай. Слово пенис я не цензурю, потому что это литературное слово. Дайон убежал с позором, а Чунгук продолжил пить свое латте и мило сказал спасибо, когда я принес ему кусок торта за счет заведения. Вот такая история приключилась. Мне кажется, я влюбился. Что мне теперь с этим всем делать, я не имею понятия, но я уже залез в интернет и зашкриншотил несколько фотографий Чунгука. Боже, у Тюмина есть фотки Гука на телефоне. Его тот факт, что он знает, как уже минимум двух людей, у которых есть тайные фото, ничего не подозревающего об этом оболтуса. Знали бы эти люди, что их влажная мечта иногда так перданет, что крыша в доме улетает. Юнги смеется до слез от своих же мыслей и переворачивает страницу. За грустью читает одно предложение. Сегодня новостей нет, зато следующая страница исписана от души. двадцатого одиннадцатого двадцать первого рассказывать особо нечего. Я почти все время занят учебой и практикой, да и он от меня похоже отстал, потому что он больше не пытается меня задеть, а только смотрит злобно издалека. Ну и пусть смотрит, главное, чтобы не трогал. А вот новость. Сосед попросил перекантоваться где-нибудь одну ночь, так как к нему приедет подруга, с которой он встречается. Оказывается, у него есть девушка на расстоянии, кто бы мог подумать. Так что завтра я буду ночевать у себя на работе. Джин, это мой невероятно красивый босс, с которым мне ничего не светит. Разрешил поспать на диване в комнате отдыха. Юнги смотрит на дату и понимает, что это последняя запись, которую Чимин успел сделать перед тем, как посеет дневник. Он с трепетом вчитывается последние слова, которые Чимин пишет, но необъяснимая грусть уже накатывает волной. Еще у меня появилось странное чувство, что за мной следят. Я как будто слышал шаги за спиной, когда возвращался в общежитие. Надеюсь, мне просто показалось, потому что угрозы от моего соперника стали звучать очень однозначно. Теперь становится понятно, что за бугайи сбивали Чимина, когда он его встретил. Наверняка их подослал соперник. В списке людей, которыми Юнги хочет набить лицо, прибавилось и еще одно имя. Вот. Не знаю, чем занять еще эфир, поэтому расскажу о милой картине, которую я сегодня наблюдал в парке, через которую я обычно хожу на работу. Какой-то старичок подкрался к бабушке сзади с букетом цветов, закрыл ей глаза одной рукой и спросил, угадай, кто. А она мило ответила «Любовь всей моей жизни» и захихикала. Он подарил ей букет и поцеловал в щеку. Я не мог выкинуть из головы эту трогательную улыбку дедушке, что я даже залез в тиндер и свайпнул несколько парней. Один из них написал мне привет. Я обрадовался, но пока я печатал ему в ответ, он успел прислать мне фото своего пениса с надписью «Твои губы созданы для него». «Мудак», думает Юнги, а когда читает дальше, то его опять накрывает грусть, уже вместе с Чимином. Он ярко представил себе чувство мальчика и захотел его утешить. В обычный день я бы не восприняла это близко к сердцу, но, видя сегодня это милую пару старичков, и так стало обидно за себя, что я не смог сдержаться и заплакал. Но есть и положительная сторона. Меня увидел Джин и крепко обнял, чтобы успокоить. Это было так близко, что я почувствовала запах его геля для душа. Он пах как мой любимый чай с малиной. Если честно, не считая Дайона, это были мои первые в жизни обнимашки с парнем. Я так растерялся тогда, а сейчас, когда об этом вспоминаю, мне жарко становится. Пойду я, наверное, в душе спать. Спокойной ночи, дневничок. Знаешь, в последнее время ты стал для меня чем-то наподобие друга. и я очень рад, ты хонг подарила мне тебя. До завтра. Дочитав до конца расстроенный юнги, еще раз пролистал дневник, повертел его в руках, подробнее рассмотрел фото тех самых мужиков, которыми он был обклеен. Заметил, что они и правда не все полностью одетые. Грустно. Потом перелистывает и сверяет числа. Чимин говорил, что финал двадцать девятого он находит страницу, где Чимин писал о месте, где проходит конкурс. Юнги решает пойти на финал этого конкурса и там же вернуть дневник. Его пробивает небольшой мандраж от предвкушения долгожданной встречи. Он очень хочет встретиться с Чимином лично. Ему кажется, что он знает его уже тысячу лет, но тот же понимает, что тот даже не имеет понятия о его существовании. Юнги для него лишь странный дядька, который имел наглость прочитать его дневник. Так, надо об этом подумать, решает он. Нужно представить себя с хорошей стороны и быть вежливым, не материться. И Юнги одергивает себя, когда понимает, что он уже мысленно перебирает свой гардероб в поисках одежды, которую наденет, на их первую встречу. «Вот это меня зацепило», думает он, собираясь как на свидание. «Свидание вслепую», хмыкает Юнги, надевая пальто. Уже довольно поздно. И Чингук, наверное, дома, надеется Юнги, но на всякий случай заехал в магазин по дороге, чтобы еще немного потянуть время. Кто знает, что значит для мелкого «буду поздно»?» зря он уволновался, потому что, придя домой, он обнаружил того уютно расположившимся гостиной с ноутбуком. Чингук не заметил его присутствия и продолжал с интересом наблюдать за происходящим на экране. А смотрите, правда, было на что. Юнги прекрасно знал это видео и даже именно актеров, которые в данный момент неистово вылизывали друг другу рот. «Чем это мы тут занимаемся?» — ехидно спрашивает Юнги, подкравшись со спины для пущего эффекта. Реакция была мгновенная. Скрикнув и с хлопком закрыв ноут, Гок уставил с испуганными глазами на смеющегося Юнги. Когда испуг прошел, к мелкому быстро вернулось его самообладание вкопа с дерзостью. Они даже родиться не успели, то, что ничем просто смотрел. «Ладно, Гок, потом подрочишь, я тебя спросить должен кое о чем». «Да, гипорно, ну и что? Я себя в рамки не загоняю», начинает было оправдываться Гок. «Я не про это. Каждый дрочит как хочет». Юнги пытается правильно начать разговор. «Мне нужно тебя кое о чем расспросить». Чунгок уже с спокойным лицом ждет продолжения. Короче, «Ты знаешь Пакчимина?» Он решает спросить флопа и не ходить вокруг да около. Чунгок удивленно смотрит, а потом медленно кивает. «А я-то знаю. А вот ты откуда знаешь?» Юнги вкратце рассказывает про найденный дневник и тут же шлет нахер Гука, который стал просить показать. «Ну, пацан со второго курса», жмет плечами младший, поняв, что дневника не дождется. «На танцах учится, красивый, но какой-то забитый, гейстопроцентный». «Почему ты так в этом уверен?» «Я вас, пидоров, заверстучую», ржет Чунгок. «Как гей-порно? Нормально заходит?» в ответ спрашивает Юнги. «Так вот», продолжает Гук, делая вид, что не слышит вопроса, «работает этот Чимин в кафе неподалеку от универа. Я там иногда бываю». «А продаю, на что знаешь?» «Ты про этого мудака в курсе?» Юнги кивает. «Ну, он вроде как латентный, достает Чимина. Я в универе видела один раз в кафе том же самом. А что?» «Да так. Хороший этот парень Чимин, судя по всему. Поэтому хочу с ним познакомиться». «Ты ему в отце годишься. В девятнадцать лет отцами не становится». Чунгук задумчиво смотрит на Юнги, немного щуря глаза. «Надо же, ты уже разницу в возрасте вычислил и даже смирился с ней. Все так серьезно? Ничего серьезного. Я просто хочу отдать дневник. И может немного подружимся. Ему похоже одиноко». «Хм», понимающий хмыкает Гук, «и у него в кои-то веки хватает так-то не лезть дальше». поэтому добавляет. «Ну, это собственно все, что я про него и этого отморозка знаю. Если хочешь, могу тебе скинуть адрес кафе, где работает Чимин». «Было бы здорово». «Окей». Чунгук кивает, а потом собирается уходить к себе в комнату, предварительно взяв с собой ноутбук. «Если хочешь, могу тебе еще пару хороших видео подогнать с этими же актерами», спрашивает до гонки Юнги, а Чунгук стоя уже на пороге своей комнаты еле заметно кивает. «Окей». «Окей».